Установили головное устройство на автомобиль Hyundai i30. Магнитолу поставили с размером экрана 7 дюймов от компании White Media, модель 7001. Она обладает характеристиками 8-ядерный процессор, 3 гигабайта оперативной памяти, 32 встроенный, имеет встроенный модем, который мы вывели в бардачок, как и USB устройство. Сюда можем подключить одновременно 3 USB устройства, это жесткие диски, либо флешки. И здесь вот есть слот под сим-карту. Магнитола встает через переходную рамку, без каких-либо зазоров, щелей. Переходная рамка идет в комплекте, как и переходные разъемы для подключения. Помимо магнитола мы установили камеру заднего вида, и при переключении на заднюю передачу у нас магнитола автоматически переходит в режим камеры. В данной комплектации у нас есть кнопки на руле, и если, допустим, включить радио, либо музыку, то мы можем регулировать. Есть кнопочка Mute, которая полностью выключает звук. И есть кнопочка, тут иконка рециркулирования, и при ее нажатии у нас происходит переключение режимов между Bluetooth, воспроизведение с флешки, либо же радио. Также Яндекс.Навигатор здесь у нас предустановлен с возможностью голосового поиска. Здесь есть встроенный микрофон, также мы установили выносной микрофон, который идет в комплекте с магнитолой. Телефон мы можем подключить по Bluetooth, то есть заходим сюда, сопрягаем свое устройство, и можем уже включать музыку непосредственно с самого мобильного устройства по Bluetooth, подгружать телефонную книгу, осуществлять номер прямо с самой магнитолой. Приложение можем скачивать из PlayMarket, в котором он предустановлен. Здесь также есть YouTube. Если мы хотим, допустим, пользоваться навигатором и просматривать YouTube одновременно, мы можем поделить экран на две части. Соответственно, заходим сначала в приложение, которое мы хотим видеть в левой части экрана, затем нажимаем на эту кнопочку, и в виде книжечки тут есть. А на втором дисплее уже мы запускаем, например, YouTube. И у нас работают два приложения одновременно, довольно быстро, без каких-либо зависаний. Единственное, что чтобы эти приложения работали, нужен доступ в интернет. К интернету мы можем подключить с помощью встроенного модема Kigel Rani, который расположен, слот по сим-карту расположен в бардачке. Либо мы можем на это устройство раздавать интернет прямо с телефона, используя точку доступа. Заходим в настройки, Wi-Fi, находим свою сеть, вводим пароль, и уже подключаемся к интернету. Тут также есть встроенный DSP-процессор, который отвечает за улучшение качества звука. То есть мы можем регулировать практически любую частоту. Адаптирована у нас подсветка, то есть при включении дивных ходовых огней у нас магнитово убавляет яркость самого дисплея, и включается боковая подсветка клавиш. На данный момент у нас подсветка идет динамическая. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете написать о них в комментарии, и на все постараемся ответить. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok